И пугающе! Видимо, поэтому здесь пластиковая обшивка, а не коврики. Они знали, что однажды вы непременно обделаетесь. Вы должны быть хорошим водителем, чтобы выжить из него всё лучше. В связи с чем вспоминается Михаэль Шумахер. В те времена он мог иметь любую машину, но остановился на этой. Но, как ни странно, и прежде всего из-за его внешнего вида, я бы выбрал Ягуар. Мечтаешь о суперкаре? Начни с чего-нибудь попроще. Заходи на Автору, качай приложение. Он должен был стать полноприводным в E12, как и Бугатти. Но в Ягуаре посчитали это слишком сложным. На него установили турбированный V6 из раллийного метро. Задний привод, задние фонари от ровера 200. Сказали, сойдёт. И отправились в паб. Означает ли это, что Бугатти обставит Ягуар в дрэк-рейсинге? Прежде чем мы начнём, мне нужно закрепить кассетную магнитолу, потому что во время прошлого старта с места в XJ-220 ускорение было таким мощным, что магнитола вылетела из приборной панели, отрикошетила от рычага переключения передач и попала в моё левое яичко. Было очень неприятно. Ну вот, отвалилось. А, сойдёт. Закрываем окна. Закрываем окна. Итак, за дело! Не знаю, как переключать передачи. Тахометр сломан. Ноздря в ноздрю. О, боже! Ягуар пришёл первым. Ух ты! Вот это скорость! Проехав четверть мили, плохо собранный Ягуар разогнался до 220 км в час, на что оказался не способен современный Ламборгини Уракан, что доказывает, что за последние 25 лет мы никуда не продвинулись. Но это не так. Видите ли, в 92-м, 93-м годах не было Wi-Fi, не было PlayStation, ещё не изобрели DVD, не родился Джастин Бибер, не было Гугла, Амазон был рекой, не было интернет-порнографии, и это к лучшему, ведь ещё не было Viagra. Ранние 90-е были средневековьем, и по автомобилям это заметно. Здесь нет усилителей руля, нет кондиционеров, нет АБС, и никаких систем помощи водителю. Позади установлен движок, мощностью 525 лошадей. О, чёрт! Который питает турбина, размером с мусорный бак на колёсиках. КОНЕЦ КОНЕЦ